Здравствуйте дорогие рукодельницы, с вами я Татьяна Корничук. Сегодня я хочу вам показать как можно сделать вот такой вот магнитик, который будет привлекать денежные потоки в наш дом. Я пробовала делать разного цвета, синий, коричневый, красный, но говорят что красные кошельки к деньгам, поэтому давайте сделаем красный кошелек. Так что нам для этого понадобится? Нам понадобится кусочек пеноплекса или пенопласта, листочек бумаги, палочка, деньги, линейка металлическая, канцелярский нож, супергель или суперклей, пилочка или наждачная бумага, кусочек магнита размером 4х4 см, ножницы и сам фоамиран. Нам понадобится два кусочка, одна полосочка примерно 1,2 см на 18-19 см из любого фоамирана, 1 мм или 2 мм не имеет значения, и кусочек 6,5х14 см из 2 мм. Желательно, чтобы они были одинакового цвета. И также нам еще понадобится сетка, вот такая тоненькая сеточка, не с крупными ячейками, а вот мелкая. И укладывать ее надо будет на фоамиран. Вот она тоже по-разному. Вот так вот получится один рисунок, а вот так вот, если положите, другой рисунок. Значит, смотрите. Вот эти ячеечки, они располагаются вот таким вот образом, то есть они ромбиками, вытянутые. Нам надо уложить, чтобы она была вот именно вот в таком, не в таком положении, а вот именно в таком вытянутом. Тогда получается более натуральная имитация кожи. Так, значит, включаем утюг и горячий пистолет сразу включайте. Так, включаем утюг, кладем, так, где у меня картон, чтобы не испортить стол, фоамиран. Сверху я укладываю эту сеточку. Сеточка недолговечная, она простужит буквально один или два раза. После этого она вот так вот прилипает. То есть, если хотите несколько сделать, то придется нарезать несколько кусочков. Сверху я укладываю листочек бумаги. И пока утюг греется, надо будет приготовить еще что-то типа скалки. Вот это туба от фольги. Но я пользуюсь вот такой вот деревянной палочкой. Сейчас я покажу, для чего она нам нужна. Так, утюг нагрелся. Все, проверяю, чтобы легла ровно сетка. Укладываю бумагу и проглаживаю. Давить сильно не обязательно, главное, чтобы фоамиран разогрелся. Так, все, ну я уже вижу, что бумага потемнела, значит, уже все достаточно. Переворачиваем. И пока фоамиран теплый, мы с вами вот так вот прокатываем, как будто тесто раскатываем на пельмени. В одну сторону и вторую. И пока мы с вами прокатываем и фоамиран теплый, вся эта вот структура сеточки, она впечатается сейчас в наш кусочек фоамирана. Так, ну еще теплый, еще можно прокатать. Так, вот, достаточно. Все, теперь снимаем фоамиран с сеточки и смотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилось, посмотрите, абсолютно ровная поверхность, имитирующая кожу. Но потом мы с вами еще покроем лаком. Вот видите, как отличаются эти два кусочка. И совсем будет все хорошо. Так, все, теперь берем нашу коврик. И складываем, вот какой размер вы хотите, чтобы у вас был этот кошелечек. Ну вот, меня вот такой вот, допустим, размер вполне устраивает. И вот этот вот кусочек лишний мы с вами отрезаем, и потом из него получится вот эта вот застежка. Так, все, я беру металлическую линейку, выравниваю и отрезаю. Так, и в итоге у нас получится кошелек примерно размером, так, 6. Так, вот вы видите, пока мы с вами проглаживали, он немножко растянулся, 6 на 7. А мне хотелось бы 6 на 6. То есть сейчас я 1 сантиметр отрежу, чтобы он был у меня такой квадратный. Вот эта сторона более ровная, а эта получилась немножко волнистая. Вот ее я сейчас и отрежу. Вот видите, как пока разогревался фоамиран, он немножко деформировался. Так, все. И вот у меня получится вот такой вот квадратный, красивый кошелечек. Теперь я беру ножницы и срезаю вот эти вот уголочки, скругляю их. Третий и четвертый. Так, теперь вот посмотрите, то, что мы с вами разогревали, здесь край получился уже такой оплавленный. А то, что мы сейчас отрезали, он такой получился рыхлый. Углы рыхлые и вот эта сторона. Вот для этого и нужна нам была зажигалка, чтобы сейчас это все сгладить. Проходим зажигалкой. Углы у нас сразу, видите, оплавляются, получается все одинаковое. Третий, четвертый. И вот эту сторону, которую мы с вами отрезали, тоже слегка, вот так быстро проходим зажигалкой, чтобы не было вот этой пористой структуры. Так, теперь делаем застежку. Так, застежка у нас с вами тут получилась неровная. Нам надо будет отрезать кусочек примерно полтора сантиметра на три с половиной сантиметра. Так, значит, здесь я выравниваю тоже. У меня получилось немножко неровно. Так, раз, два, три, три с половиной. Все, я это отрезаю. Так, и вот этот кусочек мне нравится. Все, хватит, мне его. Тоже скругляю с одной стороны только. И так же обрабатываю на зажигалке. Так, у меня там трещит утюг, я его забыла выключить. Так, все, утюг выключен. Все, предварительный этап у нас почти закончен. С вами раном все. Теперь берем наш пеноплекс. Вот у меня кусочек со сторонами 5 на 5 сантиметров. Нам надо отрезать кусок шириной 1 сантиметр. Вот я отмечаю примерно, вот тут будет 1 сантиметр. Все, беру ножницы и отрезаю. Все, теперь надо его немножко подровнять. Видите, пока я резала, у меня получились зазубрины. И потом, когда мы будем делать кошелек, если эта сторона будет неровная, то будет некрасиво. Или, если не хотите выравнивать, можно сюда приклеить кусочек тоненького в цвет фоамирана. Но я буду выравнивать. Так, вот для этого и нужна нам была пилочка или наждачная бумага. Все, выбираем сторону, которая у нас получше. Вот эта у меня гладкая. И вот эти все зазубрины смягчаю. То, что углубление внутри, это ничего страшного, не будет видно. Главное, чтобы не торчало наружу. Так, ну вот у меня уже ровные. Ну и пройдем все уголочки. И два уголка, которые будут на лицевой стороне, тоже я немножечко вот так вот скругляю. Пилочкой работать очень удобно. Мне больше нравится, чем наждачная бумага, потому что здесь поверхность ровная. Получается все красиво. Так, все, пыль уберем. Так, ну вот предварительная работа у нас закончена. Все, больше ничего мы с вами не будем не пилить и не резать. Все, теперь укладываем этот кусочек на наш кошелек. Примеряем, чтобы это было все у нас ровно. Уголочки, чтобы совпадали. И тут немножечко вот так прижмем, чтобы потом знать, где приклеивать. Слегка обозначим вот эти вот ребрышки. Все, вот теперь я вижу, куда мне надо будет приклеивать. Так, вот это у нас лицевая сторона. Чтобы край вот этот у нас был тоже эстетично выглядел, для этого мы с вами и вырезали полосочку по 1,2 сантиметра, там почти 20. И сейчас мы вот так вот по бокам, вот так вот по ребрышкам это все приклеим. Приклеиваем горячим клеем, потому что от секундного клея у нас все расплавится. Все клеим, все ребрышки закрываем, чтобы ничего у нас не было видно никакого пенопласты, пеноплекса, нигде ничего не выглядывало. С небольшим натяжением и сразу пальцами разравниваем, чтобы у нас там не торчали потом куски застывшего клея. Все. И теперь то, что у нас лишнее, то есть мы вырезали немножко с запасом, для того, чтобы все было аккуратно. Все, что у нас торчит, мы с вами так немножечко срезаем. Особое внимание уделяем лицевой стороне. Здесь должно быть все идеально гладким. Все, готово. И теперь, когда кошелечек наш закроется, видите, все будет у нас красиво. Так, вот это у нас лицевая сторона. Здесь у меня клей немножко застыл тоже. Я его вот так вот подрежу. Наносим клей по всему периметру. То есть по всем четырем. Вот тут по уголочкам. И вклеиваем. Вот тут отметка у меня. Я выравниваю. И приклеиваю. Так, все. Лисовая сторона сформирована. Видите, все ровно у нас получилось. Теперь надо приклеить заднюю сторону. Здесь мы будем вставлять деньги, поэтому верхний край сейчас мы приклеивать не будем. Нанесем клей только на боковые и на нижнюю сторону. Все. Теперь давайте будем имитировать строчку. Вот для этого нам нужна была палочка. Это можно было сделать и на этапе, когда мы с вами только придали структуру и сразу. Но можно сделать и на этом этапе. Так, оформляем застежку. Значит, просто вот так вот несколько раз проводим по одному месту. Фоамиран у нас прорывается. Ну, конечно, не до конца. И остается вот так вот навсегда. То есть, эта текстура у нас потом уже никуда не исчезнет. Несколько раз по одному месту. Получается у нас такая строчка, как будто машинная. Вот этим кошелькам уже несколько дней и вот ничего не сделалось. Потому что здесь у нас не только продавлено, но немножко прорвано. Так, если этот кошелечек у вас будет для игры, ну, куклам играть, там, детям давать, то тогда мы делаем прострочку по всем сторонам. Но у меня это будет магнит, поэтому я делаю только сверху. Отступая примерно полмиллиметра от края и друг от друга строчки по полмиллиметра. Вот несколько раз прохожу. У меня палочка эта не очень острая. Я ее специально сделала, такой немножко подточила. И она у меня такая гладкая. Поэтому у меня фоамиран не рвется. И даже когда я работаю зубочистками, я тоже зубочистку сначала немножко обтачиваю, а то она все-таки рвет край. И вот так несколько раз по одному месту. И боковину тоже, потому что это все у нас тоже будет видно. Так, ну вот, строчка у нас с вами готова. Так, теперь надо приклеить вот эту застежку. Значит, застежку будем мы клеить вот сюда. Вот, вот так вот. И потом ее загнем. Вот сюда. И получится у нас с вами застежка. Так, вот здесь на этом этапе я уже использую суперклей или супергель. Значит, вот это у нас будет лицевая сторона. И вот сюда наносим. И вот на этот краешек. И вставляем по середине, по центру. Все, держим несколько секунд, потому что у нас с вами гель схватывается не сразу, а ему надо несколько секунд. И теперь, когда мы будем загибать, значит, сильно загибать не надо, потому что у вас вот эта тогда сторона загнется и будет выглядеть неестественно. Поэтому застежка должна выглядеть вот так вот, свободно. Вот. Опять сюда. Ну, здесь уже можно нанести хоть гель, хоть супергель, хоть горячий. Я наношу гель. Так, все. И немножко держу. Несколько секунд. Все. Теперь нам нужно вот сюда вставить деньги. Хорошо, если есть вот такие вот мелкие. Но у меня мелкая всего одна купюра осталась, поэтому я буду использовать вот эту вот большую. Отрезаю. Ну, примерно так мысленно делим на три части. В середину выбрасываю. А вот эти две разрезаю еще раз. Складываю их таким небольшим веером, стараясь, чтобы вот здесь вот и здесь у нас получились с вами уголочки. Все. Примеряю. Теперь вот здесь мы с вами не заклеивали. И вставляю сюда деньги. Здесь по вашему желанию. Хотите, чтобы они повыше были, значит повыше, пониже, значит. Вот поэтому я буду приклеивать дальше. Все, что я теперь делаю. Отгибаю с одной стороны и сюда капаю клей. Все. И теперь вот сюда тоже капельку клея. Так, сейчас я носик почищу. Чтобы мне не капало лишнего. Так, и склеиваю тоже сюда. Капаю капельку клея. Все. Все, деньги у нас держатся уже хорошо. Теперь вот сюда надо приклеить бусинку. Так, я беру полубусину, чтобы она у меня не убежала. Вот я приклеиваю на двухсторонний скотч. Наношу сюда супер гель, потому что от клеевого пистолета пластик потом отскочит. Выравниваю. Немножко вдавливаю. Ну вот, практически у нас с вами уже магнит готов. Так, теперь беру магнит. Переворачиваю на левую сторону. Магнит тоже я по уголочкам наношу супер гель и приклеиваю на левую сторону. Так, теперь вот сравним два кошелька. Вот этот выглядит более натуральным. Этот пока еще у нас не такой. Чтобы его оживить, я беру акриловый лак. Вот у меня вот такой лак для бань и саун. Беру кисточку. И наношу сюда лак. Стараюсь поровнее его укладывать. Первый слой у нас практически весь впитается, потому что это пористая резина. Все, дальше у нас с вами будет левая сторона. Я там уже лак не наношу, только на лицевую сторону. Все, даю высохнуть. Застежку тоже так вот всю. Даю первому слою высохнуть. И потом наношу еще два-три слоя, дожидаясь каждый раз, когда просохнет первый слой. И после этого у нас с вами получится вот такой вот чудесный кошелечек, который приятно подарить своим друзьям и знакомым. Спасибо за внимание. С вами была Татьяна Корнечук.